Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Татьяна Куряча. Итак, мы продолжаем наш курс «Трансформация себя в MLM бизнесе». И сегодня у нас уже четвертое занятие. Я благодарю всех, кто прислал отзывы, комментарии и отчеты по домашнему заданию. Благодаря вашим письмам и комментариям и вашим словам я понимаю, что для многих сетевой маркетинг приоткрылся с новой стороны. По вашим письмам я понимаю, что MLM бизнес стал гораздо понятней для вас. И это меня радует. Значит, вы действительно не стоите на месте и действительно двигаетесь вперед. Итак, сегодняшнее наше занятие называется «26 методов рекрутинга». Хоть я вам и обещала 18, но когда я начала прописывать этот урок, я столкнулась с тем, что мир не стоит на месте. И что огромное количество новых методик и новых методов добавилось. И благодаря этому MLM бизнес развивается и действительно набирает очень быстрые и глобальные обороты. Но прежде чем работать все-таки в MLM бизнесе и прежде чем приступать к методам рекрутинга, необходимо понимать, я обычно на всех занятиях своих, на своих уроках говорю, что нужно быть профессионалом. Потому что MLM бизнес это такая же профессия, как многие другие профессии. И я опять же приведу пример. Если хирург узконаправленный и его поставить именно оперировать, а он этого не умеет, он этому никогда не учился, то тогда катастрофа. Человек просто погибнет и умрет. У нас не может быть такой катастрофы. Человек не умрет. Но мы работаем с людьми. Мы работаем именно с их душами, с их чаяниями, желаниями, стремлениями. И если мы действительно корректно и аккуратно не будем подходить человеку как к личности, Если мы действительно не научимся правильно выискивать их пожелания и понимать их стремления и их цели, то мы не сможем развить MLM бизнес. MLM бизнес это такая же профессия, как и все остальные. И этому необходимо учиться. Но помимо того, что есть профессиональный подход, есть еще специализация. Вот рекрутинг это своего рода специализация. Как например говорят врачи, но врачи бывают разные, и терапевты, и хирурги, и онкологи, и гинекологи, и огромное количество разных терапевтов. Ой, огромное количество разных врачей. Точно так же и в MLM бизнесе есть определенная специализация рекрутинг. И сегодня мы с вами проговорим несколько направлений. Что у нас будет в занятиях? Первое, что у нас будет, это направление рекрутинга. Направление. Второе. Мы сегодня будем с вами говорить о разновидностях рекрутинга. Разновидности. И третье, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это методы рекрутинга. Вот в этих направлениях мы сегодня с вами будем двигаться. Но прежде чем я начну, я хотела бы вам записать определение, кто такой рекрутер и что такое рекрутинг. Рекрутер. Если вы встаете действительно на лидерскую позицию для выстраивания больших структур, для движения по карьерной лестнице и для зарабатывания больших денег, чем просто вот, например, с продаж или так между делом дополнительного дохода, то вам необходимо быть обязательно рекрутером. Кто такой рекрутер? Рекрутер это агент. Это агент. Это я вам говорю определение вообще рекрутера, не только в сетевом маркетинге. Во всем мире понятие рекрутер есть. Это агент по найму кадров. И насколько правильно будет действительно выстроен рекрутинг, насколько правильно будет подбор персонала и подбор той команды, тех людей, которых вы будете приглашать к себе в структуру, от этого будет зависеть, насколько быстро вы вырастите, насколько профессионально вы будете выстраивать свою сеть и взаимоотношения с этими людьми. И здесь я хочу сделать пометочку определенную. Это коммуникативный процесс. Рекрутинг это коммуникативный процесс. Коммуникативный процесс. Есть такая компетенция, коммуникация. И если вы не изучали эту компетенцию, не развивали, как правильно коммуникацировать с людьми, то тогда вам гораздо сложно будет общаться с людьми и гораздо сложно будет приглашать их. Смотрите, существует просто общение. Это когда вы между делом просто разговариваете о том, о сём, о жизни, обо всём. А коммуникация – это выстраивание взаимоотношений. Коммуникация – это выстраивание взаимовыгодных отношений. Коммуникация – это когда вы встречаетесь с чужим человеком, и он через некоторое время становится на позицию свой. Он начинает вам доверять, он начинает понимать, что вы действительно говорите правильные вещи. Вот именно компетенция коммуникативная, её необходимо развивать, и этому необходимо учиться. Я не буду сейчас об этом говорить, потому что это отдельная тема, большая и огромная. Теперь мы с вами запишем, что такое рекрутинг. Рекрутинг. Определение рекрутинга. Это процесс вовлечения. Видите, здесь процесс и здесь процесс. Процесс вовлечения Другого. Подразумевается того человека, с которым вы беседуете и выстраиваете коммуникацию. Другого. Сферу. Сферу своих интересов. На самом деле, действительно, хоть мы и предлагаем людям именно их пожелания, но в любом случае мы же приглашаем их к себе в команду. Помните, мы с вами в самом начале записывали, что именно для вас дал MLM бизнес, что именно для вас дал Фаберлик. Потому что вам гораздо проще привлечь человека, рассказать ему, что интересного и яркого здесь есть в сетевом маркетинге, что он может получить. Поэтому именно, еще раз повторяю, рекрутинг – это процесс вовлечения другого в сферу своих интересов. Если вы правильно все преподнесете и просто правильно расскажете своему оппоненту о прелестях сетевого маркетинга, то он обязательно захочет быть в вашей команде. Если у вас не происходит вовлечения, а просто подпись идет, то это не рекрутинг, это вы просто заключили соглашение. Вот и все. Вовлечение – это когда действительно вы человеку рассказываете про свои интересы, а он в этот момент уже не ждет, пока вы его пригласите, а он уже говорит, а что надо для этого, а что нужно для того, чтобы я тоже рядом с тобой был, а что нужно для того, чтобы я тоже сетевым маркетингом занимался. Вот процесс вовлечения, вот процесс правильной коммуникации. Теперь мы с вами будем двигаться по нашим пунктам. Направления. Какие же направления существуют? Есть оффлайн и онлайн. Оффлайн я называю это на земле. Это я так говорю. На земле. Это подразумевается, что вы куда-то приходите, где-то что-то организуете, то есть вы встречаетесь лицом к лицу с человеком, вы встречаетесь, общаетесь, разговариваете, что-то ему даете. Это мы будем рассматривать дальше. То есть оффлайн – это когда вы делаете в живую, в жизни определенные действия. Онлайн. Вот здесь, я думаю, что для вас это понятно. Это через интернет. Вот несколько, вот два подразделения существуют. Подразделения. Теперь смотрите. Какие же существуют типы рекрутинга? Теперь типы рекрутинга. Зачем я вам это говорю? Онлайн и оффлайн. Очень часто мне многие пишут, я хочу строить бизнес только онлайн. Прекрасно. Но я вам точно говорю, если вы будете использовать два крыла, потому что это два крыла – онлайн и оффлайн. В интернете и на земле два крыла, они дадут гораздо большего результата. Потому что если вы выстроите и там, где вы живете, и в других странах, в других регионах, то у вас начнет развиваться гораздо быстрее структура. Теперь, какие бывают типы рекрутинга? Типы рекрутинга – это холодные контакты и теплые контакты. Теплые. Эта аббреватура, она существует в каждой сетевой компании. Что значит холодные контакты? Это значит, что это те люди, которых вы никогда не знали. И до этого момента, до встречи, до мероприятия, до ваших действий вы его не знали. Теплые контакты – это те люди, которых вы знаете. Даже если это не ваши родственники, но вы их знаете, в лицо знаете. Мой наставник говорил такую фразу, я все время улыбалась на эту фразу. Все, кого знаете в лицо, даже соседскую собаку. Вот, что значит теплые контакты. Смотрите. Холодные. Что здесь применяются? Все виды методик и техник. Методик и техник. Как привлекать именно теплые контакты? Это список знакомых. Список знакомых. И мест, где вы бываете. Многие считают, что если они ходят постоянно в одно кафе, то это не считается теплым контактом. А я считаю, что это теплый контакт. Потому что вас знают уже там в лицо. Может быть, не помнят вашего имени, но они знают вас в лицо. И вы знаете в лицо официантов. Или вы знаете в лицо администратора. Может быть, вы ходите в определенный какой-то магазин. И вы общаетесь с продавцом. Возможно, вы не знакомы близко. Но в этом месте вы бываете часто. И вы уже улыбаетесь, здороваетесь. И в транспорте. Поэтому список знакомых. И места, где вы бываете вообще. Самое важное. Перевести холодные контакты в теплые. Перевести. Это как раз и есть принцип рекрутинга. Когда вы знакомитесь с незнакомыми людьми и переводите их в теплые контакты. То есть у вас стирается грань свой-чужой, а образуется грань свой-свой. Если у вас будет чужой и чужой. Если вы не выстроите коммуникацию. Ну тогда лучше вообще не разговаривать с этим человеком. И никуда не приглашать. Самое важное правило. Перевести из позиции холодных контактов в позицию теплых контактов. И техник огромное количество в этом направлении. Это самая важная задача. Поэтому, когда вы пойдете делать и применять определенные методики по рекрутингу, запомните самое важное правило. Ваша задача перевести из холодного в теплое. Из чужого в свой. Из позиции чужой в свой. И в позицию свой в свой. И помните, мы еще на прошлых занятиях писали выиграл-выиграл. Всегда помните эти главные правила. Давайте дальше посмотрим. Разновидности. Я не буду полностью все записывать. У вас будет слайд специальный, который вы сможете скачать. Потому что там очень много записывать. Но я запишу несколько разновидностей, о которых я вам сегодня расскажу. Первое. Разновидности. Разновидности рекрутинга. Первая разновидность. Скрининг. Я думаю, что сейчас вам только нужно записать основные пункты. А потом у вас будет табличка, которую вы сможете скачать для того, чтобы вам было удобнее с ней работать. Скрининг. Второе. Вторая разновидность. Это пассивный. Третье. Это рекомендательный. Рекомендательный. Возьму другой фломастер, этот плохо пишет. Четвертое. Четвертое. Активный. И пятый. Хетхантинг. 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 Дело в том, что огромное количество методик, которые я вам дам, они подразделяются именно на эти разновидности. Теперь давайте я вам зачитаю. Вы просто слушайте, чтобы вам было понятно. Что такое скрининг? Это массовый подбор. Это когда вы приглашаете массово, и нет глубокой оценки оппонента, приглашенного. Вы просто раздаете большое количество, может быть, листовок, или каких-то приглашений. Методов огромное количество, когда вы просто массово приглашаете людей. Здесь используются очень часто базы данных или большое скопление народов, где обычно бывают. Очень часто возле супермаркетов больших или каких-то на крупных мероприятиях. Это открытые источники. Например, в интернете есть какие-то определенные открытые источники, где вы массово приглашаете. И смотрите. Здесь не важно соответствие кандидата. Здесь очень важно собрать большое количество людей. Эффективно для большого количества кандидатов, для большой массовой аудитории, с которой и будет выбираться. Предположим, вы приглашаете на презентацию большое количество людей, и уже происходит именно на презентации определенный отбор. Потому что кто-то из людей желает и остается с вами, а кто-то говорит, нет, это не мое. Вот это называется скрининг. Пассивные методы. Это объявления, рекламы. Соискатели сами откликаются. То есть вы, если вы правильно подали рекламу или какое-то объявление, то вы сами понимаете. Например, пример такой хороший приведу. Предположим, вам необходимо купить квартиру. И вы смотрите газету объявлений. И если там предложено, предположим, продажа животного собаки, щенка, вы даже на это смотреть не будете. Правильно? Потому что вас интересует или квартира, например, или машина, или что-то особенное. Поэтому именно по этим объявлениям соискатель, кандидат, он сам вас находит. Он ищет именно это направление. Он ищет работу. Если вы будете предлагать работу, значит, он вас найдет. Если вы будете предлагать пользование, он вас найдет. Поэтому очень важно. Мы говорили на прошлом занятии, на прошлых занятиях об этом, что очень важно предлагать разные виды именно сетевого маркетинга и направления. Потому что вот на что вы предложите, что на что вы пригласите, на то и придет. Именно этот оппонент и придет. Если человеку не хватает признания и внимания, а у вас это будет в вашем объявлении, то значит, он придет именно на это. Если ему не хватает денег, он придет именно на это. Поэтому очень важно правильно составлять фразу именно рекламного предложения. Этот метод, пассивный, позволяет обеспечить приток заинтересованной аудитории. Причем на конкретный запрос. Поэтому объявления, даже если в газету вы подаете или еще куда-то, то объявления должны быть четкие, направленные. То есть на конкретную специализацию. Понимаете, о чем я говорю? Не просто MLM бизнес, Фаберлик самый лучший. Настолько это абстрактно. Настолько там нету специализации, нету конкретных каких-то разделений. Например, очень прекрасно работала листовка у моего консультанта, а сейчас она вице-директор, бизнес для студентов. Я пробовала этот метод, бизнес для студентов, листовка, она у меня не работала, объявление, но у меня не работало. Но она сама была студентом, она сама была молодой. И поэтому она, видимо, туда в душу вложила, и именно это привлекло. Поэтому здесь может специализированное быть. Смотрите, что дает пассивный метод. Он затягивает, он приглашает людей, но этот метод затягивается, и поиск идеального кандидата, он более длительный. То есть многие вообще перестали делать объявления. Это неправильно, потому что этот метод привел ко мне очень интересных и важных людей. Но через какое-то время, а не сразу, что вы раздали, и сразу кто-то появился. Нет, это более длительный пассивный метод. Рекомендательный. Очень важно запомнить, что рекомендательный метод это дополнительный поток соискателей. Дополнительный. Это когда, знаете как, например, профессионал рекомендует профессионала в MLM бизнес. Или, например, к вам пришел человек, ему настолько здесь действительно нравится, и он понимает, что он может изменить в своей жизни, что он рекомендует своего знакомого или рассказывает кому-то. Поэтому вот рекомендательный, это именно этот метод. Хорош в узкой сфере деятельности. Помните, я говорила про специализацию? То есть, например, человеку нужно лично развиваться, и он двигается именно в этом направлении. И он именно об этом будет говорить своим знакомым, и именно на это он будет приглашать. Поэтому обязательно еще раз проверьте все пункты, которые вы должны были написать, что вы можете предложить клиентам. Рекомендательный метод это, запомните, важное правило, это дополнительный метод. Он не заменяет основных видов рекрутинга. Понятно? То есть, это как, знаете, как, ну, доп. соглашение, или это, знаете, как презент дополнительный, который приведет к вам еще незнакомых людей. Активные методы. Это самостоятельно, вот активный рекрутер, это он самостоятельно ищет соискателя. Он сам придумывает, какими методами он будет работать. Он конкретно не просто раздает листовки, а он старается заговорить с этим человеком. Это именно активные методы. Использует все возможные ресурсы, которые существуют вообще в мире. И очень важно в активных методах, это личный контакт. И он дает 80% результата. Обычно это, знаете как, не просто это вам, это вам, это вам, а когда вы останавливаетесь, например, соцопрос, вы же задаете какие-то вопросы, или беседуете с человеком. То есть, когда у вас останавливается личный контакт, это и есть активные методы. Я называю это глаза в глаза. Даже если вы не видите оппонента, но вы четко понимаете, чего бы он хотел, и вы понимаете, вы выявили его потребности, то вы предлагаете именно конкретную задачу, конкретное решение проблемы. И благодаря этому он срабатывает, как активный метод. Смотрите, что значит активный? Итого, это точечность по сравнению с конвейерным производством массового подбора. Смотрите, если, предположим, вот вы находитесь, вот вы человечек, и вы, предположим, предложили какую-то идею, идея, и вы приглашаете сюда людей, но если вы не помещаете в голову человека, которого вы пригласили, эту идею, если эта идея ему неинтересна, если вы приглашаете только на то, что вам интересно, а ему абсолютно безразлично это, то тогда у вас происходит такой момент, человек здесь не помещается, он пришел и тут же ушел, и у вас получается постоянный круговорот, как станочник, понимаете? У вас постоянно происходит, новые люди пришли, новые люди пришли, новые люди пришли, и постоянный отсев, потому что вы не выявили потребность этого человека, и вы не соединили его с этой идеей. Вот именно активные методы, они работают точечно. Пригласили человека на конкретную идею, и поместили его туда, и он с этой идеей живет, и он понимает, ради чего он пришел в МЛМ, и тогда у него начинается движение далее, понимаете? И таких идей должно быть несколько. Несколько. Если вы найдете все идеи, которые вам необходимы, которые вы приемлете, которые с вами они сравниваются, то есть вы понимаете, что это для вас тоже важно, тогда вы начнете людей искать под каждую идею, тогда люди будут оставаться, а не уходить, и тогда вы сможете с ними двигаться дальше. Именно активные методы дают такой процесс. Ну, если вы не хотите идей, если вы не хотите действительно трансформироваться в МЛМ бизнесе, ну, работайте как станочник. Знаете, как станочник работает? Деталь, 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 и он даже не замечает, как у него проходит день, два, неделя, рабочий день, и так вся жизнь. И еще один есть метод, это хэдхантинг. Он, конечно, немножко такой, знаете, жестковатый, но его по-другому называют охота за головами. Охота за головами. Что же это за метод? Что же это за разновидность рекрутинга? Привлечение конкретных специалистов. То есть, предположим, вы разработали идею, и конкретно под эту идею вы ищете конкретных людей, конкретных специалистов, конкретных таких, знаете, сильных людей, которые действительно, вы когда их туда поместите, вы понимаете, что это ваши партнеры, это ваша команда, это действительно ваши будущие драгоценные директора. Поиск руководителей высшего или среднего звена. Причем, знаете, как здесь используют? Используют или фирму какую-нибудь, или какую-нибудь компанию, как посредника, потому что это и поиск именно в других сетевых компаниях людей, близких по духу, которые действительно хотят чего-то большего и готовы прийти в другую компанию. Они готовы. И если вы им предложите то, что им интереснее, чем в их фирме, то тогда вы сможете действительно привлечь этих людей. Хэдханкинг – это поиск редких специалистов для переманивания в свою компанию, учитывая пожелания и условия самого оппонента, которого вы приглашаете. То есть прежде чем пригласить этого человека в свою компанию, знаете, как очень многие начинают, о, лидер другой сетевой компании, ой, надо быстренько ему сбросить ссылочку, ой, да ваша компания плохая, наша лучше, давайте приходите. Это категорически нельзя, потому что это невысокое, если он невысокого уровня, он придет к вам. Если он высокого уровня, то для него очень важно понимать, чем различаются эти компании. Его компания и наша. Чем именно привилегия в нашей компании, чем в его. Если вы покажете преимущество, сотрудничество именно с вами, именно в вашей команде, именно в нашей компании, Фаберлик, именно этим людям, но вы будете корректны по отношению к ним. И если они заявят, я готов перейти, но при определенных условиях, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, тогда я смогу стартануть и очень быстро сделать вас драгоценным директором. Вот тогда нужно работать именно на их пожеланиях и на их условиях. И вообще, люди, которые работают с хитхантингом и которые действительно находят таких звезд в мире и приводят свою команду, то они, их даже называют, что у них это высший пилотаж. Не каждый умеет. Вот для того, чтобы работать именно с хитхантингом, нужно стать профессионалом, чтобы любой вопрос, который будет вам задан, вы можете на него ответить очень просто и элементарно, без всяких задумок, заморочек и переживаний. Итак, следующее направление это методы рекрутинга. Мы с вами говорили, что есть онлайн и есть оффлайн. онлайн подразделяется на два вида. Это, на самых два главных. Это платный и бесплатный. Оффлайн точно так же. Есть и платные, и бесплатные, но в большей степени даже оплата там ну не очень высокая. затраты мизерные, практически маленькие, поэтому здесь я не делаю акцентов. Но в онлайне это действительно так. И причем смотрите, какой момент. Платный это, когда платный вид это, сейчас секундочку, постоянное постоянное инвестирование. Это относится и к платному, и к бесплатному. Постоянное инвестирование. Только здесь идет подразделение у платного денежных средств денег, а у бесплатного времени. И что здесь, что здесь необходимо много. Причем в бесплатном времени гораздо больше приходится инвестировать, потому что это постоянно необходимо очень много делать. Но мы с вами сегодня рассмотрим. А здесь постоянные инвестиции, но они уже окупаемы. Итак, давайте мы с вами я просто вам зачитаю, а потом вы уже скачаете списки. Итак, оффлайн методы. Причем первое, это список знакомых. Все об этом знают. Обязательно нужно составлять список знакомых. У Иркена Арбачаева большой толстый ежедневник в кожаном переплете и у него огромное количество списка знакомых. То, с кем он знакомится, он обязательно вписывает это в тетрадь. Заведите себе такую тетрадь. Работа в трех метрах. Это то, где вы находитесь. Не важно, вышли ли вы на улицу и познакомились с кем-то, пошли ли в магазин. Я люблю очень этот метод, потому что он активный и он не затрачивает большого количества времени. Третье. Объявления в газету. И если мы раньше давали объявления в газету, то сейчас это тоже работает, но это более пассивный метод работы. Помните, я вам говорила? Четвертое. Объявления на дом. Лапша. То есть конкретно объявления, где отрываются ваши телефончики. Пятое. Объявления в подъезд. Очень хорошо работают объявления в вашем доме или в вашем подъезде живет консультант Фаберлик. И телефончик, потому что может быть человек давно искал консультанта Фаберлик и не знал, что в этом подъезде вы живете. Шестое. Объявления на рекламных счетах. Специальные, но это платный вид рекрутинга. Седьмое. Листовки на разные акции. Сейчас компания делает огромное количество листовок очень интересных. Мы создавали свои листовки. То, что я вам говорила. Одна из видов скрининга, когда мы раздавали большое количество листовок, они малюсенькие такие, прикрепляли к каталогам или к мини-каталогам, обменяй купон на подарок. Массово приводят людей и там уже идет отбор именно кто остается, кто нет. Дальше. Восьмой пункт. Листовка приглашения на день открытых дверей. Это более осознанный метод, когда вы собираетесь вместе с людьми, с командой, договариваетесь, кто что будет, какую площадку держать, и вместе все раздаете массово, большое количество приглашений. Они делаются специально красивые, и действительно это назначено на определенное время, очень хороший, активный метод работы. приходят не так много, но с глаза в глаза на интересы люди замечательно приходят. Девятый. Это приглашение на презентацию. Когда вы приглашаете большое количество, проводите презентацию, или большую, или массовую, они бывают разновидности, огромное количество. Десятый. Раздача каталогов с листовкой стартовой программы. Если вы отдаете мини-каталог, в нее вкладываете, или каталоги вкладываете в нее листовочка стартовой программы, которая уникальная сейчас у нас, там подписаны ваши данные, то человек заинтересуется обязательно вам позвонить. Одиннадцатый метод. День клиента. Когда вы организуете с командовая определенное мероприятие, на котором идет дегустация продукта, ну и там очень много разных интересных вещей. Двенадцатый метод. Это разновидности клубной деятельности. Ой, это вообще огромная тема, о которой можно говорить часами. тринадцатый метод. Сейчас вы все знаете, компания запустила такой метод, это флешмоб. И сейчас компания делает красивые наборы, очень комфортные, удобные, по низкой цене, когда вы можете действительно массово приглашать в определенное время. Следите, это на сайте есть. Четырнадцатый метод. Это конфетная лотерея. Сегодня я о ней рассказывать не буду, хотя я вам обещала, я отдельный урок сделаю по конфетной лотерее. это не две секунды. Пятнадцатый метод. Это соцопросы. Я очень люблю этот метод, потому что это действительно очень активный метод. Это глаза в глаза, на улице или по телефону, но лучше на улице. И тогда вы заговариваетесь с человеком, вы с ним общаетесь, и после этого гораздо проще с ним встретиться и пригласить на бизнес-встречу. Шестнадцатый метод. Это работа со стойкой. Вы ее тоже все знаете. Семнадцатый метод. Это выставки продажи. Тоже огромное количество. Восемнадцатый метод. Домашние кружки, на которых проводятся мастер-классы. Девятнадцатый метод. Это косметические сеансы, на которых действительно как вид рекрутинга косметические сеансы используются. Двадцатый метод. Это каталог в каждый почтовый ящик. Я могу о каждом методе очень долго рассказывать, но я вам всем рекомендую посмотреть. У меня есть курс. Да, он платный, но он на большое количество часов, на семнадцать по-моему часов, я уже даже забыла, формирование лидерских структур. Именно там я рассказываю в этом тренинге, в этом курсе, какие виды методов есть, как проводить правильно презентацию, как обучить своих консультантов, которые пришли, чтобы они повторяли ваши действия. Этот курс я записала на собственном опыте, когда сделала за три месяца квалификацию директора, то есть за 45 дней. Итак, сейчас мы переходим с вами, если вам это интересно, вы можете пройти, прочитать, ну и включиться в этот курс и получить 33 удовольствия и действительно отрабатывать его на своей команде, вместе со своей командой. Онлайн метод, какие бывают в бесплатном? Я опять повторяю, у вас будет слайд, файл, который вы сможете скачать. Сейчас главное слушайте, чтобы на понимание. В бесплатных это инвестирование много времени, это действительно огромное количество времени в бесплатном, потому что сейчас, если раньше было меньшее количество людей, кто работал именно в интернете, то сейчас большее количество людей из разных компаний, из разных фирм начали работать в интернете, бесплатный он более длительный, он более накопительный и это действительно требует большого количества вложения времени. Первое, это соцсети, посты всевозможные, группы, холодные и теплые контакты, потому что у вас есть друзья, которые живут в других странах или городах. Второе, и в бесплатном, это видеомаркетинг, это создание своего канала на ютубе или на рутубе или есть другие площадки, где вы можете размещать свои видео. Это контенты по продукту и обзор новинок. Обычно люди работают по этому методу, создают какой-то ролик интересный о новой продукции, о том, чем пользовались и благодаря этому приглашают людей в компанию. Третий бесплатный вид рекрутинга это статейный маркетинг, это написание тематических статей по ключевым словам на блоге. Вот именно этот метод в бесплатном это самый основной и самый эффективный, потому что на самом деле здесь вы пишете, вы выкладываете, да, вы затрачиваете большое количество времени, но есть специальные программы, по которым вы правильно выстраиваете SEO-оптимизацию своих статей и большее количество людей читает их, привлекается к вам и это очень хороший метод, я рекомендую вам всем. Теперь давайте рассмотрим платные виды именно рекрутинга в интернете. Первое это контекстная реклама в Яндексе или в Гугле. Второе это контекстная реклама в соцсетях, вконтакте, в фейсбуке. Третье это реклама на Ютубе, но это очень большие и объемные темы, их надо изучать отдельно, каждый в отдельности, это даже знаете, как по каждой теме, это практически курс большой. И я сейчас попробую объяснить вам направление. Вот платный вид трафика нуждается в денежном бюджете. Смотрите. Сейчас попробую вам написать, чтобы вам полегче было ориентироваться. Платный что здесь происходит? Многие его боятся и говорят это же надо деньги, это же нужно делать, но это действительно уникальный метод рекрутинга, который приводит большое количество людей. Происходит он массово, помните, мы с вами говорили, но и помимо массовости это приходят люди уже на конкретную идею то, что я вам рисовала. Смотрите, если даже у вас мало денег, то для начала необходимо для начала необходимо небольшие суммы небольшие вложения на два месяца. Иногда бывают даже большие вложения, но важно обязательно эту сумму иметь, эти деньги иметь, потому что именно это вам даст удивительную отдачу. Смотрите, пока реклама не начнет окупать себя, реклама на приглашение на именно вид рекрутинга, пока реклама не начнет окупать себя. Когда реклама начнет окупать себя, тогда после этого уже когда конкретный возврат идет денег, то знаете как, вы подаете рекламу, к вам приходят консультанты, они делают закупки, они приглашают людей, и в расчете, в объемной скидке вы уже видите, что ваши вложения в рекламу окупают себя. Вот именно в этот момент не прекращаются инвестиции, а они тогда рекламу нужно ставить на постоянно и инвестировать. Если вы здесь еще не совсем уверены, как у вас это сработает, вы где-то кладете немного, где-то побольше, то есть вы пробуете какие-то варианты, как только реклама начала давать вам результаты замечательные, большие результаты, и уже окупает себя, вот тогда будьте готовы необходимо рекламу ставить на постоянную и постоянно инвестировать, потому что постоянно инвестируя, вы постоянно получаете отдачу. Это действительно идет отдача, если у вас правильно все выстроено. Смотрите, бесплатный вид трафика нуждается в постоянном создании именно тонны полезной информации, по-другому никак не скажешь, потому что действительно нужно статьи, нужно всевозможные описания продуктов, всевозможные видео и все остальное, полезного контента для вашей аудитории. Большое количество часов, конечно же, это занимает, именно в бесплатном. Очень хорошо потрудиться каждому из вас потребуется, пока ваши сайты не начнут приводить к себе на блог, то есть там и временные рамки большие, то есть это за месяц невозможно сделать. Многие приходят ко мне и говорят я хочу работать через интернет и они ожидают моментального результата, так не бывает. Если вы бесплатно, тогда моментального результата не будет, это нужно вкладывать время, писать, создавать, создавать интересные темы по конкретным целевым посетителям, по конкретным целевым запросам. Поэтому когда мы это начали делать с моей командой, с моими сыновьями, и я начала писать большое количество контекстных статей и видео, да, поток народу пошел, но он не давал именно в рекрутинге, именно в привлечении в команду того результата, о котором мы мечтали. И тогда мои сыновья создали курс «Система монстров». Многие из вас уже о нем слышали и видели. Это автоматический рекрутинг консультантов и клиентов «Фабрлик» через интернет. Именно система монстр тем и отличается от всех стратегий других гуру, что в этом курсе сфокусировано все именно на платных видах рекрутинга. Многие скажут «Ну и зачем?» А за тем, что действительно платный вид рекрутинга он приводит большой трафик, большое количество людей именно осознанных, именно тех, которые пришли на конкретную задачу. Вам не нужно их уговаривать, что «Ну давайте, давайте поработайте». Люди приходят уже с желанием. Они уже выбрали компанию Фаберлик, они уже выбрали вас. Именно вот этот вид трафика платный, он особенно важен и он особенно эффективен в рекрутинге, в интернет-рекрутинге. Но об этом вы можете узнать именно в курсе «Система Монстр» и вы можете найти, почитать и включиться в этот процесс, в это обучение. У каждого есть такая возможность. А теперь запишите пожалуйста домашнее задание, которое вам необходимо сделать. Отметьте те методы, которые вы используете в своей деятельности. Отметьте те методы, которые вы уже используете в своей деятельности. Обязательно обратите внимание, какое количество методов вы используете. Ко мне приходит огромное количество писем, которые люди пишут. у меня не получается, у меня не выходит. Так вот, возьмите, отметьте то количество методов, которые вы используете. Если вы увидите, что из этого большого, огромного количества 26 методов рекрутинга вы используете 1 или 2, я тогда вас хочу разочаровать, у вас действительно ничего не получится. У вас не получается не потому, что не получается, а потому, что вы не вкладываетесь максимально в свою деятельность. Для вас неважно зарабатывать большие доходы. Вы не настолько хотите действительно подняться по карьерной лестнице, вы не настолько хотите изменить и трансформировать свою жизнь и вырваться из того круга, из той жизни, в которой вы сейчас находитесь. Обязательно отметьте и второе задание. пропишите, какие вам необходимы методы изучить. То есть, какая информация, по каким методам вам необходима. Если вы лузер, ну, извините за такое слово, лузер по отношению к интернету, то значит, вам нужно направить свои усилия и не пожалеть денег для того, чтобы изучить это максимально и сделать именно профессионально, чтобы это системно и постоянно и практически автоматизировано приводило вам осознанных людей. Если вы не понимаете, как проводятся оффлайн мероприятия, и для вас, для многих это было открытием, то, что я сегодня сказала, тогда вам необходимо именно взять определенные обучения и курсы для того, чтобы понимать, как работать с этими методами. Но еще важный момент другой. Если вы отмечаете именно методы, и вы понимаете, что вам нужно приводить большое количество людей, то прежде чем их приводить, нужно обязательно подготовить базу, что вы им дадите, куда вы их направите. Помните, я говорила про идеи? И смотрите, чтобы вам стало немножко полегче, потому что, наверное, сегодня я вас загрузила, и, наверное, кого-то разочаровала или расстроила, что вы делаете очень мало, потому что, когда ко мне люди приходят, например, мои консультанты, и говорят, то они у меня не получаются. Я задаю ему вопросы. Какими методами ты работаешь? И начинаю проверять его, работает ли он всеми методами рекрутинга. Если вы будете использовать максимальное количество методов рекрутинга, особенно самых эффективных, самых активных методов, то тогда не за горами вашей квалификации. Но чтобы вас немножко успокоить, следующее занятие у нас будет направлено «Фундаментальные правила трансформации в МЛМ». Я там вам дам подпункты, на что необходимо обращать внимание для того, чтобы действительно стать профессионалом МЛМ-бизнеса. С вами была Куряча Татьяна. Делайте, и у вас все получится. Я верю в вас.